здравствуйте дорогие зрители моего канала сегодня с вами хочу поговорить на тему о регулировке топливного клапана так называемой иглы мембранного карбюратора а такие карбюраторы стоят на бензопилах на бензотриммерах и много много где еще не важно такое изделие важно чтобы карбюратор был мембранного типа вообще говоря у меня на канале есть подобное видео но там качество оставляет желать лучшего то есть мне не однажды писали что качество не очень и прочее прочее поэтому я решил перезаписать это видео так сказать в новом формате там разрешение не очень хорошее мне в то время было просто нечем снимать видео сейчас вроде как с этим делом получше обстоят дела для примера я взял даже не буду говорить от чего я взял карбюратор это не важно от чего я его взял просто он мембранного типа для начала давайте посмотрим как вообще работает топливный клапан игла вот здесь вот он находится здесь у нас сверху лежит мембранка топливного клапана вот она и и эта мембранка давит на вот этот вот рычаг вот этим вот приливом в данном случае я это взял не очень хорошую мембранку усохла она но об этом поговорим позже то есть вот такая вот мембранка здесь стоит вообще говоря с большим приливом это вот например подойдет сюда партнер 360 с 340 с мембранка подойдет сюда также например от штиля 250 то есть в сами мембранки часто бывают взаимозаменяемыми по разным типам бензопил не обязательно искать именно от вашей бензопилы или от вашего бензотриммера важно чтобы мембранка была такого же формата значит так работает топливный клапан игла многие считают вот посмотрите здесь есть у нас на конце вот этого коромысла вилочка которая подцепляет третий топливный клапан так многие считают что вот за счет этого и работает топливный клапан нет друзья это не так вот посмотрите этот патрубок у нас бензонасоса здесь тоже есть клапана но это другие клапана это клапана бензонасоса здесь не игла а просто клапана лепестковая мы говорим об игле топливного клапана вот смотрите мы сюда одеваем шланг и начинаем дуть я чуть-чуть нажимаю на коромысла и сразу же проходит воздух почему да потому что там давление и только мы его освободили так сразу же чуть-чуть вот освободили не прижимает его пружинка сразу же начинает поступать у нас топливо а вовсе не за счет вилочки то есть на это нужно обратить внимание и иметь это в виду то есть иголочка просто у нас освобождается по настройке и по регулировке топливного клапана игры что нужно сказать что вообще говоря интернет в интернете имеется довольно много различных видео как правило предлагают довольно сложные пути как-то замерять вот от этого значит место как-то еще значит какие-то существуют шаблоны для регулировки этого топливного клапана а по сути дела расположение вот этого места рычага наверно шаблоны оправданы в условиях так скажем фирменных мастерских там или еще где-то в таких вот там где-то делается много делается на потоке но вообще говоря я совершенно не вижу в этом нужды у меня очень простой и универсальный способ регулирования топливного клапана для любого типа мембранных карбюраторов прежде чем заняться регулированием этого топливного клапана иглы нужно самое первое что сделать ну конечно открыть крышку посмотреть состояние самой мембраны очень часто бывает что сама мембрана потеряла свои упругие свойства посмотрите видите как ну вот у меня несколько она очень жесткая и тогда карбюратор начинает работать некорректно ну например или он полностью не открывает топливный клапан мембрана например мембрана полностью при этом не открывает топливный клапан второй крайний случай это когда мембрана постоянно давит на вот этот рычаг за счет своей жесткости и постоянно приоткрыт топливный клапан тогда переливает у нас бензопила а если не открывает топливный клапан тогда у нас вообще не заводится бензопила то есть мембранка должна быть упругой вот такая вот у меня новенькая мембраночка вот она она не деформирована ничего она очень эластичная очень эластичная проявляется также неисправность из-за мембраны топливного клапана таким образом мы переворачиваем пилу а у нас пила начинает набирать очень много оборотов к примеру да или наоборот захлебывается это говорит о том что мембранка работает некорректно для того чтобы начать регулирование нужно сделать одну вещь посмотреть желательно состояние самого клапана иглы для этого нужно взять наш клапан лупу и посмотреть состояние вот этого наконечника здесь не должно быть никаких раковин или бороздок или еще чего-нибудь такого он должен быть ровненький прямо смотрим под лупой круговую сам наконечник этот из резины плотной выполнен далее что нам нужно посмотреть боковую поверхность чтобы здесь не было никаких задиров бывают задиры и тогда клапан своем гнезде начинает тормозить и работать некорректно вот посмотрели убедились что здесь все хорошо ставим его обратно кружинку на место куда ты убегаешь куда ты убегаешь вот этим вот местом вот где отверстие бывает что его нету просто с этой стороны как бы прилив образуется садим на пружинку и прижимаем да просто пальцем прижимаем при этом надо вилочку поставить под вот этот прилив на клапане вот так вот всего и фиксируем это болтиком затянем все хорошенько и убеждаемся вот через такую трубку которая подключена у нас к топливному насосу доним сюда воздухом никакого отравления не должно быть чтобы уже окончательно в этом убедиться можно что сюда или бензину немного капнуть или вот я в дешке капнул сюда и убеждаюсь никаких пузырьков нету вот чуть-чуть открываю его вот сразу пошли пузырьки значит все нормально не должно быть не туда и не сюда прохождение воздуха все эту часть мы закончили а далее что мы должны сделать ну в данном случае у меня мембранка здесь стояла совсем плохая значит нам нужно воспользоваться новой мембранка положите сверху на прокладку мембран как оставится сверху прокладки а не снизу в отличие от мембраны насоса там наоборот мембранка сложится вниз а прокладка ложится сверху далее ложим выравниваем ее и смотрим посмотрите в данном случае у нас получается мембранка стоит как бы горбом вот таким вот горб получается что будет в этом случае а в этом случае будет у нас мембрана усиленно давить на коромысло коромысло соответственно будет освобождать топливный клапан и бензопила у нас будет катастрофически переливать регулировка заключается в том чтобы вот этот конец коромысло немного подогнуть вниз для этого воспользуемся вот двумя отверточками вот здесь фиксируем с этой стороны а с этой стороны немного погибает вниз вот так вот ложим снова и смотрим и смотрим опять же выравниваем то есть по-прежнему еще есть небольшой горб значит еще подогнем вот так вот подогнули еще смотрим вот где-то уже рядом то есть мембранка у нас должна быть ровно в плоскости вот в плоскости ровно должна быть ее поверхность при этом не должно быть никаких люфтов то есть как только пошла мембранка вниз так сразу нажимает на рычаг если у вас мембранка будет проваливаться то есть вот здесь вот люфт будет да а не сразу давить на рычаг то получится недозаполнение расходной камеры которая находится под этой мембраной и тогда у вас будет пила набирать большие обороты и мощности не будет развиваться то есть еще раз верну вернемся к этому что точно по горизонту за подлецом должна располагаться мембранка и нажимать сразу же на топливный клапан если вы вот это вот простое правило выполните то за поведение топливного клапана можно уже не беспокоиться видите как все просто без всяких шаблонов без всяких приспособлений и прочего я этим методом пользуюся давно этот метод работает везде на бензокосах на бензопилах на старых пилах типа урала и даже работает на карбюраторах знаете вот такие вот есть большие карбюраторы на дружбу вот с таким вот там вот такая вот мембрана огромная прям большого диаметра она сделана такая большая потому что там нет топливного насоса который бы нагнетал давление бензина а бензин идет самотеком поэтому там такая используется большая мембрана а принципе регулировки в точно такой же один к одному ну вот все по данному вопросу до свидания до новых встреч здоровья вам и всего хорошего а